Ну что, ребята, доброе утро. Это мой выходной. Выходной у меня по вторникам. Время 12.20. Я лежу в кровати. Лежу в кровати. Лег достаточно поздно. Что-то я засиделся, снимал контент. А так. Сейчас пойду в душ. Надо будет скидывать ролики. Потом покушать. Сейчас время посвящаю себе. Стремить вряд ли буду. Только вечером. Отдыхать тоже должен был. Лежать, отдыхать. Поотжимаюсь. Контента много надо закидывать. Сейчас поставлю на загрузку. Надо постирать весь. Прочее. Такой выходной день. Ух, какая. Нужно было, конечно, дальше спать. Потому что тоже, когда слишком много спишь. Потом будет плохо. Сейчас запущу на загрузку. Поставлю досик. Ну что, ребята, пошли на работу. Я один. Так что вообще имба. Обычно у нас совмещенный выходной совпадает. Тоже 6, 1. Тут 5, 2. Вчера, представляете, я выключил свет. Ненужный. То есть я выключил какой-то из этих подсветок. По-моему, даже 2. Вот эту штуку перевернул. И стало намного лучше. То есть вот этот свет я мог не покупать. Я такой, ааа, понятно. Ну, хотелось очень. Слишком много свету. Она не нужна. Она не концентрирует внимание. Сейчас меньше. Но намного приятно. Ничего пригодится. Может, что-нибудь поставлю на продажу. Если продам дороже, то отлично. Как-то так. Ну, можно менять теперь. То есть вместо вот этого ставить что-то новое. Интересно делать. Загружаю, получается, видео. Форт на лего пока. Потихонечку пойду в душ. Надо уже вставать. Акклиматься. Потом покушать куплю. Вообще один. Сейчас будут стирать вещи. Такое вообще очень редко. Ребята, заходил в душ. Время уже час. Сейчас чуть-чуть оденусь. У нас сегодня холодно. Оденусь. Глянку буду закидывать шорты. И пока отсылаю, закидываю контент на YouTube. Пятый канал. Спасибо всем, кто подписан. А отдельное спасибо за подписку в Telegram. Как-то так. ФН Широков, если что, во всех соцсетях можете найти. Не все ролики туда закинулись. Нужно пройти проверку. Ну, а проверку нужно пройти временем. То есть, там, два месяца. Прежде чем ты можешь делать закрепы и прочее. Ну, закидываю на основной канал. На основной. Более трех тысяч. Тут 3460 подписчиков. Закидываю постепенно по папкам. То, что все накопилось. Потому что файлов много. Сейчас надену носки. Чуть прилягу. И вот закидывать шорты. Настроение шик. Все шикарно. Можно, конечно, отфоткать. Что-то попытаться продать. Почему бы и нет. И еще, может, выставленную продажу. Подороже чуть-чуть. Опять же, это не принципиально. Если получится. Как-то так. Сейчас полягу. Может, даже отдохну. Видите, важно разделять. О чем я и говорил. Важно разделять время на свое хобби, так сказать. Потому что у меня же стримы это стало работой. Фактически второй. Нужно уделять время себе. И я сейчас просто чилил. Молся в душу. Никуда не спешил. Проспался. Никуда не спешил. Еще нет никого. Вообще просто льба. Такое очень редко, наверное, забот по разу. То есть такое даже одиночество. Подумать и чилить. Это то, что не хватало многое время. Полвежно. Так. Сейчас уже надо будет сделать рутинные задачи, которые я всегда делаю. Но ими в кайф. Закидывать шорты с коротким видео на все каналы. Это можно сделать в таком положении. Лежа. Как-то так. С ролик, я думаю, сейчас поджиматься немного. В последнем блоге, кстати, 48 просмотров. Отвык отжиматься. Отряхлели мышцы. Поэтому лучше никогда не переставать. Да, прям. А это уже. Из-за этого начинают уже болеть. Соксосед. Помняется на соксосед. Ох, на соксосед. Начинают болеть. И как бы не сильно чувствуешь спину в плане того, что... Ну, как бы мышцы не в напряжении. А они должны всегда ощущаться. Всегда быть подтянутыми. Поэтому нужно отжиматься и ходить. Не то ли, ника. Я вот из-за холодов что-то перестал ходить. Так, ну что. Распределение контента проходит успешно. Надо сходить покушать. Что-то. Ну, чувствую себя кайф. Сон-то как он. Отдыхаю. Да, это важно для меня. Это один из самых важных дней моей жизни. Вот такой вот чили-релакс. Я долго упрямился. Стоит, не стоит водить такой день. Но, ребят, поверьте. Вы просто можете себе так измотать. Это я еще трудоспособный. Но сам по себе трудоголик там. 99. То есть у меня вот почилить, посидеть там за столом. По 5 часов есть там. И еще если алкоголь. Я вообще не алкоголь, не никотин. Ни в коем случае. Это отврат. Просто. То есть я не люблю прям вот такие тюленьи движения. Ну вот, к организму нужно полежать тоже. Делать контент. Все равно я вот сейчас лежу. Как бы, да, вроде. Что я делаю? Я закидываю уже два канала. Два канала запостил. Опросы. Где опросы? На телефоне просто. Обычно это все на работе либо метро делал. Пока еду на работу. На работе пока я там между клиентами. Закидываю опросы. Закидываю шорты. Все вот это. Три раза в день. Опять канала. Тихонечко. Про свакашка. Ну, тогда ночью во самом почве. Как так? Все рассказал. Контент распределил. Влог еще не делал. Хотя время два часа. Надо пойти в магазин купить что-то поесть. Думаю, это будет самое рациональное действие. Потому что так чилить. Спать круто. Но нужно действовать. Сейчас в три часа еще. А, не в три, в шесть часов. Опять надо будет закидывать шорты. Поэтому куплю поесть, чтобы была энергия. Поджимался, вы видели. Это здорово. Сделал опросы во всех соцсетях. Ну, кроме ТГТГ не надо много пустов. Как-то так. В целом доволен. Чирил. Но состояние надо все-таки пораньше ложиться. Сейчас я понимаю такую вещь, что от тебя не убежит. И вот эта вот погоня. Особенно, когда онлайн. То есть уходить с онлайном, это сложнее. Потому что ты годы идешь к тому, чтобы он вообще появлялся. Да, потом, когда он появляется, и ты не хочешь с ним расставаться. Но всего есть своя цена. Нужно обязательно отдыхать. Сейчас я пойду в магазин. Что-то редакторы в ВК как-то это... Он делал посты, чувак. Сейчас он не делает посты. Не знаю, может занят. И модеров слишком много стал. Но мало кто сидит. Я знаю, либо забирать модерку. Странно. Хотят, но не хотят делать. То есть это 2-3 дня энтузиазма. Вот что значит дисциплина. Ну так во всем деле. То есть все хотят стать модерами. Там, или редакторами. А будут ли они делать? Я тысячу раз предупреждаю. Типа, а будете вы, а не надоест там делать этот пост? Есть ли время? Не, конечно, будет. В итоге проходит 3-4 дня. Уже на стримах нет. Уже надоело и прочее. Но я понять могу. Как бы я не обижаюсь. Просто это уже опыт. То, что не первый человек. Тоже десятки людей прошло, так сказать. И опыт показывает, что хочешь не хочешь, у всех есть своя жизнь. И никто помогать на бесплатной основе не будет. В принципе. Вот так. Либо еще надо модеров. Думал. Нужно все-таки такого человека, который постоянно следит. Тогда да. Ну сейчас нет в этом острые необходимости. Сейчас есть острая необходимость покушать. Ну, конечно, редактор. И вот человек, который будет делать мемы для ВКонтакте. Было бы здорово. Но, к сожалению, такого нет. Один редактор, ну что-то он там делал пару раз. Раза 3-4. А сейчас его не наблюдаю на стримах. Может занят. Стрима вопросов тоже нет. Я сегодня сам делал. Такая тема, надо будет искать все-таки для ВК. Но тут тоже проблема в том, что ВК пока не особо развит. Поэтому мне особо будет интересно, кому-то его делать. Поэтому шел и все подтвердилось. То, что я хочу. То, что должно быть хобби не только. То есть, ты не должен привязан к хобби. Должны быть какие-то средства. Ну так просто. Ну, на еду. На гречку. Чтобы не парило. Ну, и в принципе, это поддержка. Подписчику спасибо им большое. Вот этот монитор. Что-то микрофон, вебка и прочее. То есть, мышка. Спасибо большое. Я могу, собственно, творить. Делать контент. Надеюсь, когда-то все расчехлится. И будут редактора, которые закидывать мемы, допустим, ВК. ВКонтакте все потихонечку пойдет. Посмотрим. Но, видите, мечта сбылась, в принципе. Изначально то, что я хотел 5 каналов. Как бы изначально 4. Я изначально хотел 4 канала. Все, чтобы следить. Я понимал, что больше не могу. Потом вот. В связи с тем, что уже знания увеличились. Нужно было делать 5. Нужно было тестить, как он работает. Чистый канал. Не запачканный всем контентом, который только. Может быть по тематикам. То есть, он именно по одной тематике. И все там четко. Вот. Я его изучаю. Сейчас уже прошло сколько там? 20 дней. Я понимаю, что шорт уже начинает набирать там 5000 просмотров. 3000-4 на новом канале, где 26 подписчиков. То есть, это мне очень помогло. Плюс там хорошее это описание. Все это сделано. Шапка, сам аватар. Все вообще. Все идеально. Как будто уже подготовлено. Так сказать. Сейчас я сфоткаюсь и пойду в магазин. Отсюда начинается мой каждый влог. И вот лифтолук. В рабочий день, когда я выхожу 8.20. Выхожу и еду на работу. Сегодня у меня отдых. Да. Но тоже лежать долго не надо, потому что будет эта спина валять. Уже там есть. Выскость и все хрустно. Все сделано. В том, что я к этому долго шел, об этом не стало. Контенсия там. Вот это все прокачивали. Ты понимаешь, это конечно небольшое количество людей. Но сама суть, в принципе, как бы исполнилась. И конечно, это достаточно интересно. Но у всего есть своя цена. За этим нужно следить. Даже за такое количество. За таким количеством аудитории. Т.е. с 11. Ну совокупно не считая. Телегу, конечно, и другие. Там Дискорд. Но Дискорд немного. В общем, чисто по Ютубу. А Твич тоже не считают. Две сто. Две семьдесят. Две тысячи семьдесят человек. За всем это нужно следить. Как-то делать интерактивно. И много еще людей, конечно, помогает. Ну то есть. Потому что один просто не справишься. Меня там вчера спрашивали, а почему ты сам не сделал, чувак. Для этого что-то не минуту, просто нереально. Прикупил себе еды, на самом деле. Ну, не делал шоу вышло, я вам скажу, 243 рублей. Да, я что-то только сейчас это понял. Ну, может, что-то останется на завтра. Ну, хотя там, видите, шоколадку так себя порадовать. Опять же, не знаю, хотелось больше, больше. Физически хотелось меньше, типа чуть-чуть. А потом, думаю, сдаваться, не идти. Типа и все, раз хочу, тут было приятно. Сейчас еду домой и такой думаю. Блин, так непривычно. Сейчас стрим не работает. То есть я не включал стрим. Как же это непривычно. Потому что, ну, представляете, годы ты делаешь. Ну, года полтора. Я просто выходил в магазин, стрим не работает. То есть я приходил, у меня стрим. Это привык. А сейчас я еду не съел. Я вот думаю, что-то буду есть. Может, как-то скучно. Или норм. Не знаю, необычно. Может, сделать рубрику вопрос-ответ по вторникам. На основном канале запускать стрим. Вот что думаю. Хотя под еду, что-то там разговаривать. Такое на 20-30 минут. Хотя, почему бы и нет. Ну, это уже не чил какой-то получается. Ну, то, что нет никого. Это просто кайф. Такая тишина. Вот, наверное, это больше всего не хватает. Это я уже со временем понял. Как бесценна, особенно в Москве тишина. Когда ты много работаешь, много делаешь. Это все ютюбы. И ты приходишь, тебе нужна просто тишина. Без лесной болтовни, там, о чем, о сём, о фигне какая-то. Тебе нужен просто чил. Вот этого мне не хватает. Так быть с собой наедине. Я так сильно, когда квартиру сдавали. Точнее, сдавали, уже продавала ту старую квартиру, где я жил в Коуз. Как раз в 2019 году. Вот это тоже было чувство такого полного одиночества. Ну, там уже даже слишком одиноко порой было. Потому что я тогда не стримил. У меня не было занятий настолько. Я просто снимал видео, как рисовал, и все. Часто у меня... Только нажми кнопку, да? Все. До утра просидишь. Ну, то есть задач очень много. Это я сам вот выиграл время для себя лично. И то, видите, записываю видео. Ну, это уже привычка просто. Интересно поделиться такими эмоциями. Ну, впервые. Потому что я так реально давно уже не делал. Очень давно. Даже как будто что-то не так, как будто ты на новом месте. Интересный опыт. Ну, я кайфую. Упаковка в моей корзине. Не знаю, насколько вам это волшало. Но я все равно покажу. Потому что я сюда покажу. Так. Смотрите, странное течение. Так необычно, что ты не для кого-то. Тебе не гонят. Тебе там не ждут. Ты не... Вот это хуй. В бедах. Котлеты. Сто тридцати и тревоги. Кончик. Бананы дорогие. Не мог бы купить. Ну, блин, думаю. И вот эта шоколадка. Сорок девять стоит. И вот эта тридцать четыре. Я, наверное, посижу просто в двух уголоке. Покушаю. Может, подкамера что-то подсоединяю. Смотреть какой-то бильберду. Все оставим на завтра. Каких-то важных вещей посмотреть нет смысла. Все задачи сделаны. Все такие рутинные задачи в плане шортс, опросов и прочего. Соответственно, все круто сделано. Сейчас поставлю котлеты. Посижу, покушаю. Может, подумаю о чем-то. Блин, ну это ж... Это пробивает, знаете. Вот такие эмоции. Нет никакой погони. Блин, это потрясающе. Я выходные просто обожаю. Ну, обычно выходные, видите. То обычно, когда ты едешь, у тебя все распределено. У тебя какой-то график, темп. А тут как бы хаос. И ты потом в ппхах. Вот у меня, допустим, шорты не всегда успевают закинуть. Такое. А когда работаешь, у тебя все по плану. Восток ты пойдешь поесть. Восток ты закинешь шорты. Восток ты сделаешь монтаж. Вот сейчас уже два часа, два с половиной часа. Три почти. Я еще влог не делал. То есть, надо поесть, как бы это снимать, монтировать влог. Такое все. Ну, короче, понимаете, да? И вот, знаете, с одной стороны, и выходной, ой, в рабочий день я меньше трачу. То есть, здесь я что-то купил сладко. Я обычно это не беру. Это вот, ну, хочется. Ну, почему бы нет? Ну, не то, что прям сильно хочется. Вот, как-то. Почему-то у меня складывалось впечатление, что сейчас, если я возьму это, то мне не надо будет там готовить, пока дождаться. Типа, сложно готовить. Такая-то хотя не особо посыпная. Не знаю, может, я оправдываю, и мне реально захотелось. Ну, я без этого смог обойтись просто котлетами и гречкой. Ну, вот, хотелось как-то а-ля порадовать. Хотя, чем отличается обычный день от выходного, непонятно. Тоже придуманная какая-то фигня. Как-то так. Я начал готовить и вспомнил, что я отнес на работу всю гречку. Поэтому в магазине у меня была интуитивная мысль. Надо купить гречки. Да, мне предстоит либо идти за ней. Идти. Нужно взять у соседа чуть-чуть, может быть. Ладно, наверное, пойду схожу попозже. Не знаю. Либо пофиг, так котлеты будут. Надо забыть. Надо всегда, чтобы была гречка здесь. Ну что, всем привет. Это видео будет называться «Обратная сторона контента» или «Обратная сторона Ютуба». С вами я, Владислав Широков. Собственно, это мой видеоканал, который насчитывает сейчас 3600 человек, насколько я помню. И вот мой выходной день. Я столкнулся с такой темой, что я всю жизнь мечтал заниматься Ютубом. Это было мое хобби. Я всегда это делал. С 16 лет там отвлекался, снимал видео. Сейчас у меня 5 каналов. Сори, пожалуйста, тавтология. 5 каналов Ютуб. И они требуют много задач, много работы, много опросов, много контента, распределения, ответы, вопросы. В общем, не такое, что-то легкое дело. И вот я об этом хотел бы с вами поговорить. Сейчас я еще буду есть параллельно. Может, это, извините. Да, вот, казалось бы, мечта, в принципе. Мечта, о которой ты всю жизнь так думаешь, какая она потрясающая. И сейчас, наверное, за последние 8 месяцев я впервые выкрал время. Еще нет никого в квартире. Так, тихо, спокойно. Я выкрал время именно себе. То есть у меня не включен стрим, как обычно. Я просто ничего не делаю. И думаю, у меня есть время поразмышлять. И вы даже не представляете, насколько вот это все бесценно. Это просто дороже любых подписчиков, которых там может начитываться тысячи или сотни, или там десятки, или вообще никого. Или они сперва есть, потом их нет. Вот это время, уделенное себе. Потому что мы все живем ради себя, ради своего, своей мечты. Да и мы не вечно. Вот к такому философскому умозаплетению я, в принципе, пришел. Все четко, да, расписано. Начало, концовка, завершение мысли. Вот как-то так. Так что нужно обязательно. Как я упорствовал, потому что трудоголик, либо работаю 7.0, потом еще стримы, контент каждый день. То есть в свободном времени в принципе вообще нет никакой личной жизни. Но я сам это выбрал, сам так захотел, потому что мне так хочется, мне так нравится. Это моя мечта. Мечта мне дороже всего. Ну и столкнулся я со временем с такой темой, что как бы ты там не хотел, но нужно уделять время себе, просто тишине, вот этому релаксу. Даже сейчас сказалось, да, тишина, ты не стримишь, но я записываю видео, типа. Так что так. Просто мне кажется, это интересная была бы тем, особенно начинающим ютюберам вот это услышать. У всего есть обратная сторона медалей. Когда ты смотришь блогеров, ты думаешь, какая у него потрясающая жизнь, в отличие от твоей. Или там смотришь на соседа или другого соседа, у которого а-ля какие-то успехи. Но ты думаешь, что твоя жизнь не такая крутая и такая. Ты не знаешь, что за этим стоит. За этим стоит очень много всякой грусти, печали, депрессухи, постоянные. В голове могут быть непонятные задачи, либо как белка в колесе и прочее. Как в мегаполисе вообще 99% людей, как белка в колесе, они даже не понимают, что они живы. Это вы посмотрите, как в метро люди едут. Там никто не обращает на друг друга внимания, потому что мегаполис это огромное количество людей. Особенно Москва, я уж не говорю, там Китай, Токио, Нью-Йорк. Ну, то есть, это просто жесть. Но жесть, и в то же время, это круто. Я не с той целью, чтобы говорить, что мегаполис это плохо. Мегаполис это шикарно, потому что я всю жизнь мечтал жить в Москве, жить в мегаполисе. И вот так он, в принципе, и вышел. Но, про то, что, как бы вы там не мечтали, куда бы вы не гнались, сами себя, да, не вот этот вот постоянный ритм, нужно просто словить цен и уделить время себе. А оно бесценно. И вы в этот момент получите то, идея, не знаю, откуда, может, это вселенная дает, но именно идею и смысл, даже саму мотивацию. Ну, вот лично у меня так. Для чего все вот это есть? Для чего уходят годы в это? И почему это все потрясающе? Вот ваш путь, почему он такой классный? только наедине с самим собой можно такие вот умозаключения сделать. Что желаю вам, если вы ютубер хорошего там продвижения, отдыхайте обязательно. Если вы обычный человек, желаю вам меньше унывать, будьте счастливы, всегда мечтайте, любому человеку нужна мечта. Да, может быть, она меняться, но ничего страшного, всегда нужно зачем-то идти. Так же интереснее, так просто интереснее. А так, без мечты вы можете поймать такую тему, что жизнь достаточно бессмысленная. Ну, это не так. Жизнь потрясающая вещь. Давайте наслаждаться всем. Всем хорошего дня, когда вы смотрите вечера, ночи, там, утра. И хорошего настроения. Спасибо, что оставили комментарий внизу. Подписались, если вам понравилось это видео. И за ваше внимание, тем, кто досмотрел до конца, вообще, огромный респект. Если что, телеграмм внизу, FN широков. Так что, так, вот такие вот умозаключения можно сделать 29 лет просто в свой выходной. Ну, что, время 6, 7, время 6, я тут спал, где-то просто топом, он остался. Обалденно. Просто обалденно. Вот этого не хватало, как раз. Сейчас будет закидывать контент. Потом поверил магазин. Я сдержался, не стримил. Хух, 6 часов, а как будто ночь, да? Не успел закинуть флок, ничего страшного, сейчас смонтирую. Вот, смотрите, 6 часов. Фух, как я сейчас, это просто имба, просто имба. Вот это нужно. Видно, организму нужно было выспаться, просто отдохнуть, из-за того, что нагрузки каналов, работы очень много. Ну, то есть я работаю как целый, наверное, цех людей, там, а-ля 100 человек. И вот сейчас нужно было просто все скинуть, передохнуть, и это просто кайф, чил. Вообще, я первый раз проснулся в час, или в 12, 12.40, такого ощущения не было. Сейчас я еще лег спать, ну, сделал свои задачи, там, минимальные, по шортам. Снял видео, превьюшку сделал, там, опросы сделал, на 5 соцсетей, пишет, о, марвел начал взлетать, смотрите, и вот сейчас я лег, отоспался, и прям вообще другое состояние, еще лучше, прям тонус появился, все еще и поджимался, вот это мне нравится. Ладно, давайте работать. Небольшой рабочий момент, а потом опять отдых. по папкам распределил весь контент, стал намного лучше, теперь в каждой папке, а тебя сюда буду закидывать новые, все очень удобно, теперь уже более профессиональный уровень, если честно, даже в шоке с этого, не удовольнен, в то же время. Все профессиональный, контент, даже на несколько, потом, может, и на месяц, вперед есть, это дается упас в прочности, можно отдохнуть, если что, как и шорты дают возможность, если что, отдохнуть, там, не постримить день, но обычно такого не происходит, я всегда стримлю, но эти 23.00, это единственное свободное время, потому что отдых тоже важен, уже вечер. Остается реально заняться спортом, и получше питаться, ну, я уже стала, на самом деле, лучше питаться, гречка, вот, там, готовлю я котлеты, тоже, дико, все открылось, сейчас, может, на озоне, чуть возьму орехи, опять, геркулес, следить за здоровьем, и будем идти к росту канала, к мечте, ссоришь, темно, что-то, я сейчас не буду включать свет, я думаю, все, собственно, на все тратится время, и даже, когда загружаешь шорты, тоже время тратится, это 30 минут, я вот сейчас засек, закидывал на все канала, шорты, ну, как раз 30, а то и 40 минут, как я по времени, так же еду на работу, или с работы, примерно, я примерно час езду, выйдет за 40 минут, я успеваю, вот сейчас я делал это, смотрю, раз, тоже тратится время, интересно, и смотрю, реально, 30-40 минут, потратил просто загружать шорты, а это надо 30, ну, лишнего времени, ну, как лишнего, просто, когда тебе сидишь, чилишь, телефон, поэтому я это все упростил, естественно, еще добавить монтаж, тоже, вот это не 30-40 минут, это уже может занять несколько часов, а то и 5, и 6, понимаете, да, казалось бы, короткий контент, интересно, но я думаю, что бывает и быстрее, сейчас это ушло, может 30 минут, но это хорошая тема, да, это хорошая тема, можно делать запланированными, публикациями, то есть, это очень помогает в развитии, вообще каналов, топовая штука, но и ты не сильно заморачиваешься, то есть, это делается из контента, это не надо отдельно загружать, так что так, вот просто, решил поделиться с вами этой инфой, не все так просто, так-то, ну, почувствовал такую штуку, как музыкантов, предрелиз, когда они еще там постят, и, типа, говорят, вот тогда-то, тогда-то выйдет альбом, я вот сейчас, я, собственно, не стримлю, но мне уже там пишут в Телеграме, уже пишут в ВКонтакте, во всех соцсетях, причем я не мега-медийный, я просто обычный чел, который играет 3 месяца, да, ну, 3 месяца идет активно, и уже будет профессиональный контент, я боюсь представить, что там на миллионе, когда миллионные каналы, или там 10-ти миллионные каналы, там просто разрываются, это все, но это обратная сторона медали, и вот к чему я веду, то есть вот этот ажиотаж, то есть ты подчеркиваешь, такой ажиотаж, люди ждут именно 23.00, то есть ты выделил время на себя, да, на свое физическое состояние, там, с менталкой, ну, вот такой отдых организму, и при этом, как бы, такую паузу, сдерживаешь паузу, чтобы люди ждали, вот именно определенное время 23.00, которое уже систематично, я в это время стримил, даже выходной, не, это классная тема, хотя раньше все писали днем, 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 а потом я раз постримил, два, три, четыре, пять постримил, раз, и днем по 14 часов, и это такое себе, все-таки нужно отдыхать, сейчас я это понял, и вот рад этому, сейчас мне предстоит все-таки сделать влог, в принципе, задачи, которые у меня накопились, я все сделал абсолютно, даже постирал вещи, надо сходить за гречью, гречкой, докинуть гречкой, покушать, пока начну монтировать влог, как-то так время, чтобы вы понимали, где-то 6.40, ну, влог, собственно, в сети, сделал превьюшку, все четко, уже научился, делаю превьюшки, прям быстро, четко, все, все потом, надо пойти купить гречки, все-таки, прийти, отдыхать уже, опять отдыхать, посмотрел, как другие делают, ведут, так сказать, контент, телегу, как они ставят посты, блогеры, сейчас 979 подписчиков, так, неплохо, в целом, очень длинный влог, собственно, получается, но зато показана вся моя жизнь, и то, я думаю, это будет интересно, будет, что вспомнить, спустя года, так, этот монитор надо продать, это, кстати, не с пачками, ничего, это просто, ничего не поцарапано, и тут вот лежит микрофон, тоже его продать, также, я попробую выставить эти штуки, возможно, продать, не знаю, но если дороже получится, просто они в объектив, так не лезут, так, света, мне на все случаи жизни хватит, да, видите, особо это не важно, я даже хотел вот эту лампу поменять на другую, как бы, куда ее вставить, если я вот уже здесь сплю, ладно, пойду за гречкой, это самый потрясающий, монитор, кстати, если вам нужен монитор, только 240, берите, хотя бы 240, если бюджет позволяет, то лучше брать 360, 400, для чего? Для того, чтобы и плавнее картинка была, и контент был потрясающий, в тех же шортах, потому что качество в тысячу раз лучше, когда 240 у меня стало, тут я больше радуюсь даже не из гладкости картинки, а что в шортах топов выходит, естественно, они набирают, а у топа стримеров там вообще, но они еще и сжимают контент, и так пилят, а вот когда ты вырезаешь со стрима, конечно, там качество важно, и вот монитор в этом помогает, на мое удивление, если б я знал эту инфу, а раньше я бы давно все 240 приобрел, а не микрофоны там, или камеру, ну, просто намного выгоднее, это обошлось бы, и качество выросло больше, сейчас вот я просто кайфу от этого микрофона, настолько, что мне даже, я вообще ни о чем не думаю, кроме, ну, типа, просто снимать, и все, все топово, просто это лучшее оборудование, что может быть на все случаи жизни, от мышки до, не знаю, что еще надо блогеру, это уже глупости, сейчас меня осенило, смотрите, я хотел турнир, когда начинал играть, и думал, что вот турнир, типа, будет, сейчас у меня нет вебаксов, я выиграю не до ночи, естественно, но, мне предлагали сотрудничество, мне предлагали сотрудничество, и, скорее всего, это может перерасти в турнир, за который я не потрачу денег, и вот эта вот мечта, самоназвание, да, исполнится, представьте, а прошло, три месяца, три месяца назад, когда я даже не понимал, что какой онлайн у меня будет, получится, не получится, я не думал, что мне будет пять камней, да, я просто знал, что мне вот нужно делать это так, и все это перенаправить именно в Fortnite, так сказать, в развлекательный контент, и это все сделаю, и не жалею, конечно, было тяжело, это тысячи часов упорной работы, ну, не тысячи, 500, наверное, 500-600 упорной работы, и вот это переросло, интересно, сейчас я такое об этом подумал, может, и турнир получится, тогда я вообще буду в шоке, обалдеть, причем я из-за того, что не доначу, как бы не с меня, а просто из-за коллаба, это как Эврика, это даже мне на руку, еще и скид, вот, но это не реклама, турниров, может, это ее не будет, не знаю, но вообще, мысли такие были, предложения поступали, магазин, надо купить гречки, 979 человек, пока я не стримил, на самом деле, вот, уделил время себе, шли подписки, и это потрясающе, ушла вот эта погоня, контентом, что нужно, нужно, чтобы получить что-то, надо пахать, 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 нужно и отдыхать, потому что так можно просто угробиться, и нужно время, чтобы понять, вот, особенно, видите, такой злой, из них, чтобы понять, что для тебя важно, что для тебя важно, куда двигаться, какие-то философские мысли, вот это одиночество, почему все блогеры, они, в основном, одни живут, безотратно это все по менталу, как бы не надо размышлять, отдыхать, на самом деле, похолодало, ну, и, в принципе, вообще все взяло, сходили, одни, но, одним тоже скучно, или, в Москве это очень затратно, и очень скучно, жить, потому что я вспоминаю, когда я вот там, последние два месяца, когда там вот жил впереди, сколько-то за год, три прошло, да, больше трех лет, я балзирую, именно зовут, один, ну, один в комнате, то есть, конечно, в квартире, интересно, но было достаточно скучно, но с другой стороны, было вот, свободно, потому что я, вредно, рисовал, картины, видите, есть свои плюсы, есть свои минусы, это как, контент, и вот это вот, YouTube, там, игра, какая-то, либо Twitch, потрясающая вещь, но если вы будете, там, 99%, всей своей жизни только это делать, просто устанете, и я просто буду, немного тут открыть, как и любое дело, так же с этим, так что так, всегда должна быть, какая-то середина, даже не середина, но какой-то баланс, и на отдых, и прочее, вот сейчас появилось, время снимать, просто ходить, и просто заниматься контентом, как-то размышлять, чинить, сейчас еще потеплеет, тоже смогу, это делать больше, и интереснее, естественно, так что так, уже, а, здесь все, уже день святого Валентина, завтра, 14 февраля, вот здесь 5 дней, так-то, интересно, слишком такая, что две лампы, две вот эти светодиодные ленты, сегодня очень, кстати, информативный влог, и полезный, для блогеров, или вообще, для людей, которые не сведущи в этом, или начинают свой путь, в общем, вот видите, вебка, да, чтобы нормально отделялся фон, вот, это передний источник света, это, получается, задний источник, ну, вместе с этим, нужен еще третий источник, это вот сюда, чтобы отделить, одну, одна часть лица, от другого, чтобы полутень, свет, короче, более объемная, более красивая картинка была, неважно, при чем стояла бы тут камера, телефон или прочее, в общем, сделала бы, такую, неплоскую картинку, если бы еще вот этот источник, допустим, был направлен мне в спину, тогда было бы четыре источника света, да, получается, раз, два, сюда один, третий, и вот этот четвертый, тогда бы был бы полный, это вот как в студиях, как профессионалы снимают, там свет, полутень, отделение от фона, то есть полностью объект отделен от, вот этой фоновой части, к чему я веду, ну, это вкратце, если, в общем, у меня было много ламп стоит, да, вот этих лент, и мне пришлось вчера выключить, парочку, да, стало более приглушенно, потому что слишком много, слишком ярко, и не читаются детали, представляете, то есть если была бы камера, может, покачественнее, да, это не вэвка, то бы читались детали, то есть и перенасыщенная картинка, то есть смысл вот этого всей красоты теряется, потому что, ну, не читается он абсолютно, он читается как будто пятно, как будто вот так вот поднесешь, и все, типа вот так вот несешь, но это качество все-таки телефона хорошее, поэтому так непонятно, ну, короче, как белое пятно, реально, как вот, вот что-то вроде вот такого, и это везде, только без фокуса, овер как ярко, и вот я отключил, и стал нам, вайбой, и плюс комната, да, могут, ребята, спать спокойно, все, не слишком ярко, ну, и про запасы у меня остается две, а вот эти, я не знаю, я попробую их как-то починить, тут внутри сел оком, не знаю, разбирается ли эта штука или нет, так, это хорошая штука RGB, но лучше на этом, на самом деле, не экономить, потому что они поработали, это китайский саллик, они поработали не так долго, то есть я не снимал никаких проект, ничего не снимал, а они уже даже от зарядки не работают, ну, то есть выключаются, вот у нас сейчас отключится, так-то прикольно, лучше, наверное, взять серьезных каких-то фирм, профессиональных, чем вот этот шерпотреб на этой теме, точно, не стоит экономить, для меня из профессионального цвета, вот, Гудокс самый, вот видите, уже села, и не зарядить, то есть ты ее вставишь на зарядку, она вроде пишет, заряжается, ничего, там внутри оком, а как его снять, и поменять не знал, может, как-нибудь займусь, посмотрю, может, гайд какой-то есть, как ее раскручивать, я думаю, что она летая, ее не раскрутить просто, а хотя нет, она не летает, там сзади есть болты, только что узнал, имбала, может, поменяю, дойдут есть руки, ну вот, в общем, все рассказал, сказал, подсказал, как-то так, как я говорил, самый, наверное, лучший свет, который можно использовать, если есть возможность, есть локации, то, конечно, это Гудокс, ну, цена-качество, с Аликом можно найти, берешь просто 3, 3 SL60, там, либо 1 SL, 200, все, у тебя профессиональный, потрясающий свет, и вот как раз, что я говорил, по 3-4 источника, это самое важное, наверное, в видео, понимаете, причем, где бы вы ни снимали, на улице, или еще что-то, если у вас есть такое оборудование, так и снимают клипы, так и снимают и кино, так все снимаем, только там, естественно, более серьезный свет, более профессиональный, и сериал, сериал, ну, это качество света повыше, плюс много источников, но, Godox, очень хороший свет, сейчас цены подорожали, я его продал, у меня было 2 лампы, тоже, чтобы не нагружать, сейчас, видите, у меня минимальный комплект, который мне, мне достаточно, типа, зачем, конечно, под камеру, можно и Godox взять, дешево, сердитый, так говорится, дешево, сердитый, качественный, его всегда можно еще дороже продать, потому что это лучше свет, если будет какая-то распродажа, возможно, я так и сделаю, не знаю, но пока мне не нужен, надеюсь, я так не буду делать, потому что, ну, он мне ни к чему, вот это бы лишнее, да, какой-то продать, допустим, несколько лимитов, но с другой стороны, если мне надоест фиолетовый, это, кстати, вот в том году, два года назад, было, вот этот фиолетовый свет, я просто могу включить красный, или бирюзовый, по-моему, то есть, менять, так сказать, как-то так. Поставила гречку, сейчас только загружаю видео, что теперь про запас, там лежит гречка, проветриваю квартиру, от этих котлет, вся квартира, не пахнет, чтобы не докучать соседям, открыл окно, надо купить перец, специально, я же просто не перчу, из-за этого, наверное, запах, посмотрел по срокам, она вроде нормальная, болеете котлетки, тоже, нет соль, и это, спрашиваю, не из приятных, плюс они тушатся, они, насквороде не готовлю, я все, пареное ем, привык, мне нравится больше, фух, сейчас отдыхаем, время 7.20, 7.30, где-то так, пора перекусить дома, кухня, вот я приготовил, еды, еще поем, тоже поздно, надо покушать, обедит, поел, собственно, сейчас, загружу видео, вот, не загружаются, пара видео осталось, пока отдохну, поставлю будильник, на 9.20, и там уже проснусь, и начну стрим, спать этот час, мне очень нужен, ребяточки, поспал немного, время 21.20, поставил будильник, сейчас будут закидывать шорты, потом подключу стрим, погнали, сегодня прям я выспался, как нужно, организм вообще по-другому, все чувствует, сразу легкость такая, какая-то ошибка у меня сегодня, странная ошибка, да, и ошибку никак не можем пофиксить, но, скорее всего, завтра уже будет норм, но эта проблема даже не в системе, либо слетела игра, но почему-то дискорд не заходит, надо будет это все смотреть, но дело даже не в компе, посмотрим, так, попробую перестанавливать, 38%, вот чатик, и время 056, положил себе покушать, чуть перекушу, не запускается, видеть игра, какие-то проблемы, снословы все, но зато, скорее всего, скачаю КС, будут тоже разбавлять контент, когда такие проблемы возникают, будет КС, выбирал разные игры, на походу КС, ана Тимона, но бюджета не точно, надеюсь, все завтра уже решится, только будем кушать, подписок, в любом случае, 981 человек сейчас, в телеграмме, хотя, но мне не удалось сегодня постримить, видите, как бы днем, не вечером, днем не стрима, потому что отдыхаю, а вечером, за этой проблемой, бывает, несмотря на это, и закинул шорцы, вот чем помогает, закинул контент, что делать, доделал там описание, на каналах, теперь нормально, сейчас обновляю, удалил игру, и заново остановлю, посмотрим, утрен, Продолжение следует...